Кормление больных. То есть, если нуждается в дополнительном кормлении, вам тоже это будет написано. Летучка или пятиминутка у медицинского поста. Первая в их жизни. Бывший парикмахер, доярка, домработница, уборщица ФАПа. Всего 13 человек из разных районов края выбрали для себя путь медицины и милосердия. Стали участниками пилотного проекта «Помощник фельдшера», который запустил Минздрав региона. Верните ручку свою. На базе Барнаульского медколледжа прослушали лекции и вышли на стажировку. И как это часто бывает, практика оказалась сложнее теории. Так, одной из двух групп выпала участь отрабатывать навыки в палеотивном отделении, то есть там, где лежат самые тяжелые больные. Это больные, которые постинсультные. Это пациенты после перенесенных каких-то операций и травм, у которых имеются трубочки какие-то, гастростомы, трахеостомы. Это пациенты, например, онкологические, тяжелые, которые в силу своих причин могут быть нетранспортабельны из этого села или района, но в уходе, тем не менее, они нуждаются. Уход за такими пациентами – нелегкая и ответственная работа, отмечают специалисты. Нужно уметь, к примеру, правильно поставить зонт или переворачивать больного так, чтобы не допустить у него пролежней и не надорваться самому. Студенты же говорят, пока для них самым сложным было преодолеть психологический барьер. Первый день зайти сюда сложно увидеть больных и лежачих, но сейчас привыкаем. После стажировки слушатели курса поедут домой. Там дистанционно продолжат обучение по заполнению меддокументов. А после снова – очный этап в Барнауле, уже на базе поликлиник. Затем – квалификационный экзамен и работа в новой должности в родных селах, где зачастую не хватает медиков. Сейчас увеличилась продолжительность жизни после инсультов при возможных онкозаболеваниях, когда пациенту делают, например, гастростому или трахеостому. Обучить, как ухаживать за ним обслуживающий персонал. То есть помощник фельдшера не будет постоянно находиться с этим пациентом, но обучить, оказать помощь, если вдруг возникли какие-то проблемы, тревоги, например, у матери или у жены этого пациента. Это она должна сделать, помочь. Студенты признаются, что односельчане с нетерпением ждут новоиспеченных медиков. Последние стремятся оправдать надежды. А практикующие врачи убеждены – сельские ФАПы нужно давно укомплектовывать кадрами. Если такая служба будет развиваться в целом, для города Барнаула, для Алтайского края это будет очень хорошее подспорье между районами, между теми больными, которые находятся в селах и централизованными учреждениями городов и крупных каких-то населенных пунктов. Первые 13 помощников-фельдшеров приступят к своим обязанностям до конца этого года. Елена Макаренко, Владислав Ковалев. День с толком.